Всем большой привет! Сегодня хочу поделиться с вами рецептом борща, который всегда получается вкусным. Итак, для вкусного борща нам понадобится мясо на кости 500 грамм, масло растительное по вкусу, зелень у меня, лук и петрушка, томатная паста 2-3 столовые ложки, перец горошком по вкусу и лавровый лист, лимон, а точнее лимонный сок, капуста 500-600 грамм, 1 средняя свекла, 1 средняя морковь, соль, чеснок по вкусу, 1 средняя луковица, картошка, 3 средних или 4 маленьких я взяла. Также нам потребуется кастрюля и ваше хорошее настроение. Мясо нужно промыть под холодной проточной водой, разрезать его на кусочки и такой секретик, как говорила моя бабушка, косточку нужно разрубить, так бульон будет наваристее и вкуснее. Закладываем мясо в глубокую кастрюлю. Заливаем мясо водой примерно 5-6 литров. Включаем огонь и оставляем вариться на 1,5-2 часа. И еще один секретик, вместе с мясом положите вариться 1 среднюю очищенную луковицу. Мясо можно взять любое, говядину, курицу, свинину, главное, чтобы оно было свежее, на косточке, ну и желательно домашнее, но не обязательно. Пенку я не снимаю, чуть позже покажу почему. Как только бульон закипел, ставим его на минимальный огонь и варим 1,5 часа под крышкой. Овощи я уже подготовила, почистила, помыла. Теперь займемся нарезкой овощей. Начнем с капусты. Примерно где-то я взяла 500 грамм капусты. Шинкуем капусту не крупно, но и не мелко. Нарежем картошку длинными брусочками. На крупной терке натрем одну среднюю морковку. Тоненько нашинкуем лук. Не нужно обрезать. Теперь натрем одну среднюю свеклу. И еще один секрет. Красный и насыщенный цвет борщу придает именно темная свекла. Поэтому, если вы хотите яркий, красивый борщ, выбирайте свеклу темную. Ее можно даже узнать в неочищенном виде. Она будет почти черная. Вот, у меня не совсем она черная. Но эту свеклу я выращивала сама. Поэтому грех не взять в борщ. И еще, перед тем, как добавлять в борщ свеклу, обязательно ее попробуйте. Она должна быть сладкой и сочной. Если свекла будет невкусная, не сладкая, то вы просто испортите борщ. Поэтому не советую. Еще один секретик. В зажарку я всегда добавляю 1-2 зубчика чеснока мелко порезанного. Прошло полтора часа. Бульон у нас сварился. Теперь будем выкладывать мясо и лук. Как я говорила, пенку убирать не надо. Почему? Чтобы нам было проще и не заморачиваться. Берем кастрюлю с ситом и переливаем аккуратненько туда бульон. Если сито нет, можно просто аккуратно перелить. И все останется там. Вот видите, отличный чистый наваристый бульончик. Теперь включаем огонь. И закладываем сначала капусту. Кто-то кладет сначала картофель, а потом капусту. Но мне так не нравится, потому что картофель сильно разваривается и превращается в кашу. Пока варится капуста, зря времени не теряем. Приготовим зажарку. Вливаем растительное масло так, чтобы полностью покрывало все дно. Всыпаем сюда репчатый лук. Добавляем мелко порезанный чеснок. И обжариваем до золотистой корочки. Как только капуста закипела, убавляем огонь. Ставим на минимальный. Накрываем крышкой и оставляем минут на 10. Как только лук с чесноком подрумянились, добавляем морковку. И обжариваем все вместе еще 2-3 минутки. Постоянно при этом помешивая. Через 2-3 минуты закладываем свеклу. Обжариваем еще 2-3 минутки. При этом постоянно помешивая. Чтобы цвет сохранился и был более ярким, добавляем чуть-чуть лимонного сока. Если же у вас свекла черная, то можно пропустить этот процесс. Да, кстати, если вы все-таки выбрали не сладкую свеклу, то добавьте столовую ложечку сахара для сладости. Так делала моя бабушка. Прошло еще 3 минуты. Добавляем 2 столовые ложки томатной пасты. И еще у меня осталось немножко бульона. Добавляем его к овощам. Все хорошенько перемешиваем. Накрываем крышкой. И тушим 5 минут под крышкой. Прошло примерно 10 минут. Можно добавлять картошку. Включаем огонь посильнее и ждем, когда закипит. 5 минут прошло. Снимаем крышку. Выключаем огонь. Как только у нас капуста с картофелем закипели, ставим медленный огонь, накрываем крышкой и варим еще минут 5. Пока у нас варится борщ, нарежем мясо на небольшие кусочки. Весь жир с него убираем. Весь жир с него вырезаем. Ну, кому-то нравится с жирком. Не надо убирать. 5 минут прошло. Картофель уже стал почти мягкий. Добавляем нашу зажарку. И на этом этапе можно еще чуть-чуть посолить. Я солю, когда варю бульон. И немножко добавляю соли в конце, если чувствую, что маловато. Все хорошенько перемешиваем. Осталось совсем чуть-чуть до финиша. Накрываем крышкой и томим на медленном огне еще минут 5. Пока у нас закипает борщ, нарежем зелень. Можно взять на свое усмотрение укроп, петрушку, зеленый лучок. То, что вам больше нравится. Мой вам совет. Если вы готовите борщ на неделю, то лучше выбрать сушеную зелень. Если на 1-3 дня, то лучше добавить, конечно же, свежую зелень. Потому что со свежей зеленью любой суп быстрее закисает. Я люблю в тарелку добавлять свежую зелень и мелко рубленый чесночок. Как только борщ закипел, через 5 минут добавляем порезанное мясо, лавровый лист и перчик. Теперь нужно его прокипятить и можно выключать. Борщ у меня прокипел примерно 5-7 минут. Выключаем плиту, накрываем крышкой и даем ему настояться. Минимум час, а лучше побольше. Ну, кому не потерпешь, можно кушать сразу. После того, как борщ настоялся, раскладываем его по тарелкам. Добавляем в борщ мелко порезанную зелень, свежий чеснок и ложечку сметанки. Вкусный борщ готов! Всем приятного аппетита! Друзья, если вам понравился рецепт, то ставьте лайк. Поделитесь в комментариях своим мнением, как вам такой рецепт. И мне интересно было бы узнать, какие у вас есть секреты приготовления вкусного борща. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока и до новых встреч!